И вот Кремль отреагировал на обещание Японии по Курилам, говорит, этот разговор по тематике мирного договора президент ввел в формате один на один. Мы уже сообщили об основном понимании, об основном понимании, отговоренности и так далее. И, значит, отговоренности, вот по поводу иметь в качестве переговорной базы декларацию ПСНР. 56-го, что-то никак не понимаю. Вот была декларация ни о чем, подписанная Никиткой Сергеевичем Крущевым и Булганином в 56-м году. И они берут это за базу, правильно? А тогда вопрос им, а что они за базу не берут следующий документ о передаче Крыма, подписанный теми же лицами? Тут они берут за базу, блядь, чтобы отдать Курилы. А там не берут, а? Вот какая странная история тут, удивительная, да? То есть, когда они говорят про двойные стандарты, они пусть в зеркало посмотрят. Очень странно. И опять же, с этой декларацией, вот, ну это для ВАТы, разговор для ВАТы. АБ пообещал Путину не размещать американские базы на Курилах. Вот это оказывается самое главное. И, интересно, Путин и Песков и вся от Шобла рассказали про какую-то гряду Хабамай, которую обещали с 56-м году отдать, и про остров Шикотан. Да, гряда Хабамай, я цитирую Путина и Пескова. Так вот, в 56-м году я зачитывал, в общем-то, эту декларацию, ни про какую гряду Хабамай, нет ни одного слова. Там есть слова про острова Хабамай. А гряда – это малая Курильская гряда. Ты представляешь, что такое малая Курильская гряда? Вот, а это, и причем в 56-м году тоже непонятно было, что хотят отдать. Острова Хабамай, какие-то острова, которые японцы называют Хабамай, или которые в России называют Хабамай, потому что там 100 с лишним островов, которые в России еще имеют имя собственное. А в Японии все это называется Хабамай. Представляешь, то есть острова Хабамай и остров Шикотан. И Путин на основе этого будет договариваться с японцами. А что отдавать-то собирается? Я так и не понял. Малую Курильскую гряду, два острова или четыре острова, потому что еще Кунашир и Туруп там. Слав, тут важнее другое. В каком случае он вообще торгует нашей землей? У нас в уголовном кодексе статья предусмотрена территориальную целостность, кто пытается нарушить. Попробуй он скажи, что Крым не наш, куда тебя поволокут, а этот гондон ни с кем не советуюсь, в одну харю. Почему? Что это за император такой? Что за хрен? С какой статьи он вообще торгует нашей землей? И где в Конституции написано, что президент может торговать нашей землей? Нет, это нигде не написано. Другое дело, что я скажу, я не понимаю. Не, я понял, что он еще два года там или три года, когда в мае месяце они встречались, я сказал, ну все, острова он отдал. Потому что это было очевидно, совершенно недаром японец прилетал. А вот вопрос у меня такой, а что он за это получит? Вот, допустим, мы договаривали с Японией, мы потребовали военного договора, но он военный договор с ними не подпишет, сто процентов. Он подпишет договор там о мире, дружбе, блядь, к хуйню, короче, извиняюсь за выражение. Ни о чем, да? А что он получит? Денька они ему дадут? Как вот ты думаешь? Я потому что не понимаю, что можно за это попросить. Ну я думаю, в связи вот с тем, что он ускоребаться будет, во-первых, денег он с Китая уже до хера получил, вторую подушку финансовой безопасности в Гонконге, которую не знаю, получит он или нет в результате, но создал после того, как заморозили активы. С Китаем он за деньги, конечно. И в Китае он оглядывался еще на Конституцию официальных, он не подписывал бумаг, вот так вот через, как ты говоришь, через жопу лобзиком Китаю отдал, по факту. Но не юридически, а тут уже юридически обнаглел, потому что японцы более серьезные люди, они хотят, чтобы все было по закону, не так вот через жопу лобзиком, а чтобы, если уж отдает, так отдал, чтобы потом никто к этому не возвратился. И получит он, конечно, свои какие-то корыстные цели. Какие? Деньги, я думаю, вряд ли, потому что денег он, и японцы опять же не пойдут на то, чтобы взятки давать. А какие-то вот ему поблажки в связи с тем, что, как он ускоребаться будет? Что-то нужно гадать. Японцев острова принципиально, я думаю, они могут и денег дать. Но будет это не в виде чемодана с бабками, это какие-то акции в каких-то высокотехнологичных компаниях. Они отдать государству могут, Путину они не могут отдать. А Путину нахер государству, он только себе. Нет, почему не могут? И Путину могут отдать за секрет. Там тоже, в общем-то, дух этот еще очень силен. Но меня вот здесь другой вопрос волнует. Вот как Путин будет со скрепными-то расходиться, со своими? Я вот залез на сайты этих скрепных и прочитал, например, Стариков пишет. Курилы русская земля и точка. А что тут? Сам Путин так же говорил перед выборами. Вон Орех говорит, вот он нам обещал перед выборами, это русская земля, Курилы. Обещал, что пенсионной реформы при нем никогда не будет. Ну так а что удивляться? Все поменялось. Ну а Стариков... Ладно, по пенсионной реформе они там что-то мыщат, это одно. А здесь вот конкретно, они там ни пяди земли не отдадим, Крым наш, ура. Да, а Курилычи. Путин хотя бы будет с этому расплюнуть, что тут удивляться. А на это он вообще глядываться не будет. Ну сказал, что сказал, значит так и будет. Эти вообще ими подтираются, а нет, что-то. Их вообще никто в расчет не берет. Не знаю, я думаю, что сейчас этих скрепных надо троллить на эту тему очень сильно. Они, я думаю, сейчас запустят путинские вот эти вот тролли, которые запускали свой троллинг перед пенсионной реформой, что Путин это никогда не подпишет и так далее. Когда подписали, они просто вздулись и все. Ну, чтобы снять вопрос, сейчас они здесь тоже будут говорить, что Путин никогда не отдаст и так далее. Посмотрим.